Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале Gadget FM. И сегодня у меня есть интересная штучка для вас. Все, кто соскучился по старым версиям iOS, например, один классный 18-летний юное дарование разработчик вспомнил, а где же iOS, например, 4, и создал такую оболочку, чтобы мы попробовали ее на наших современных смартфонах. Чтобы это сделать, нужно установить приложение TestFlight с AppStore. И называется эта тема OldOS, то есть старая операционная система. Я еще ее не открывал, открою вместе с вами. Ссылку оставлю в описании на TestFlight. Ну что, поехали. Так, к Apple Music. От разработчика. Ага. Ну, это мы читать не будем. Так, отправка отзыва. Понятненько. Начать. Опа. Ну вот перед нами, собственно, и iOS 4 на моем iPhone 12 mini. Вот. И даже есть кнопочка. И это офигенная стука. Слайд. Слайд. Ой, балдеть. Ребята. Ну что, давайте прям по порядку. Телефон. Слушайте, ну да. У кого есть, например, устройство на iOS 6 или 5, да, они могут все вот эту вот тему протестировать в реальном времени на настоящих устройствах, да. А тут, слушайте, прям и кнопочка холм назад с анимашкой. Класс. Так. Это у нас почта. Да, все-таки было. Все-таки есть. Safari с иконочкой. И даже будет грузить, да. Я так понимаю, все. Ладно, давайте вторую страницу. New page. Допустим, на сайт Apple я хочу зайти. Apple.com. Ага. Фиг там. Странно, на самом деле. Hey, I'm the developer. Понял тебя, дружище. А вот, кстати, сайт Apple у нас открылся. И что, он прям будет работать прям? Да, ребята, прям все работает в Safari. Офигеть. Хорошо, дальше поехали. iPod. Вот это вообще ностальгия, на самом деле. Он еще и дает нам музыку, которая у нас есть. И мы можем все это послушать и посмотреть, как выглядел дизайн у iOS 4 и 5, на самом деле. Он дает мою музыку, да, которая у меня в коллекции. Офигеть, конечно. Так, Songs не показывает, видео не показывает. Альбомы. Ага. Ага. А тут у нас уже ничего не активно. Ну, то есть, вот как-то так. Даже мой плейлист, он показывает. Я так понимаю. Ага. Ну вот. Тут фишка была, конечно, показать, как все это выглядит. Хорошо. Сообщение, например. Messages is coming soon. А, ну хорошо. Вот. Календарь. Ок. Тоже, говорит, скоро появится календарь. Ладно. Фото. Ну, давай, ладно. Камера ролл. Ну, не дал он, да, вот эту штучку. Шут, даже пытаются карты загрузить. Ну, понятно. Не грузит. Фотки тоже не подгружает. Жест, конечно. Свайп влево не работает, чтобы уйти назад. Так. Камера. Камеру. Разрешить. Разрешить. Опа. Слушайте. Ну, вот. Камера, да, камера работает. Это, конечно, интересно. И на видео тоже камера работает. HDR. Понятно, это не работает. Всем привет. Селфи-камера работает. Вот это, да. Косплею Карла Урбана сегодня я немного. Слушайте, ну зашибись. Ну, зума никакого нет, конечно. Ну, ладно. Так. Ютуб. Вот это, да. Вот это, да. Тоже говорит разработчик, что скоро будет доступно и YouTube приложение. Акции. Акции. Даже что-то пытаются показывать. Ну, прикольно на самом деле. Анимация. Карты. А интересно, карты работают при использовании? И что? Мы нажмем на шуке оппозицию. Слушайте, карты работают. Офигеть. С классическим дизайном. Я на конькобежном стадионе, кстати. Да, прям в центре конькобежки, например. Офигеть. Маршруты. Все как старые добрые времена, ребят. Вы просто не представляете, какая ностальгия. Ох тыж, как красиво. Обойки. Обойки с iOS 4, 5 и 6. Не, ну согласитесь, круто. Добавить свою локацию, например, нельзя. И настоящая ли эта погода, опять же, непонятно. Просто, видимо, добавлена возможность. Легендарные заметки. Я думаю, можно даже создать заметку и написать. Например, it's so f cool. Немножечко не видно, на самом деле там черным цветом в оригинале писалось черный шрифт, но именно как блокнот. Вот, да, это очень ностальгично. Утилиты, правда, все-таки было, но утилиты пока даже не открываются, видимо, дорабатываются. iTunes Store выглядел именно так. Тут, я думаю, ага, тут даже что-то есть, тут даже что-то можно посмотреть. Тиви-шоу, фильмы, музыка. Угу, понятно. Ну, в App Store, конечно, надо зайти. И да, да, ребята, все-таки было, как будто вчера, вот, на самом деле, с устройствами на четверке, пятерке, шестерке работал. Да, вот, допустим, зрительная память помнит абсолютно все и даже, даже как-то, по-моему, было даже круче. Вот, может, это, конечно, эмоциональное впечатление, но было-было как-то все ламповее, приятнее, да. Вот этот истинный гейм-центр, да, который такой, типа, на бильярдном или покерном столе, я даже не знаю, да, как это называется, с таким зеленым сукном. Вот эти вот все дизайны, это, конечно, да. Давайте в настройки зайдем. Да, все так и было. Так и все есть, на самом деле. Wi-Fi. Ой, класс. Обои, интересно, добавил? Да, добавил обои. И тут из... Да, 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 да. Вот эта вся... Вот эта вся тема прям таки была. Я прям помню все вот это. Да, на два, и даже их, понимаю, можно установить, и у нас теперь в системе будет новый обои. Офигеть. Это же жесть какая-то. А вот если мы два раза тапаем. Вот тут должна была открываться менюшка, если два раза по Home button тапнуть, и тут были всякие слайды вот на этом месте. Слушайте, ну офигенно, может даже обои поменять. Звуки системные меняются, так прикольно. Да, да, да. Ну что, чувак заморочился. Ему огромный респект и спасибо за возвращение на 2021 году. Далеко-далеко назад, да, на 10 лет, на 9 назад. И, конечно, это круто. Это на самом деле классно. Спасибо тебе большое, дружище. Вот. Ну и будем ждать еще каких-то апдейтов. А пока можете просто поностальгировать. Да, кстати, поиск тоже работает. Spotlight. Вот. Search for iPhone. Ссылку оставлю в описании. Надеюсь, бета еще открыта, и вы сможете тоже к себе поставить. Все. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Хорошего дня. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. Продолжение следует...